Без отключения воды не обойтись, несмотря на то, что горожанам ситуация доставляет дискомфорт. Это слова директора теплосетевого объединения СГК в Барнауле Александра Гросса. Испытание сетей на прочность позволяет выявить их дефекты и слабые места, чтобы в дальнейшем в ходе ремонтной кампании устранить. Конечно, попытки проводить диагностику иными способами предпринимают, утверждает Гросс. Однако на данный момент опрессовка самый эффективный. Так вот, горячей воды по контуру ТЭЦ-3 не будет до 6 июня. Именно до этого времени планируют завершить ремонт сетей, на которых дефекты обнаружат, сообщают корреспонденты аргументов и фактов. Поддел протокол собрания жильцов. Политсибру пишет о руководителе Барнаульской управляющей компании ДКХ. Оказывается, жители неоднократно жаловались в госинспекцию региона на грубость сотрудников, а также плохую работу ООО ДКХ. Все попытки сменить нерадивого управленца завершались неудачей. Компания всячески этому препятствовала. Лишь после того, как госинспекция проверила протоколы общих собраний, выяснилось, что документы составлены с нарушениями. Руководитель ДКХ и жители домов предупреждены об уголовной ответственности за подделку протокола общего собрания. Вторая волна паводка может пойти по сценарию 2014 года, говорят синоптики и пишут корреспонденты информагентства Банкфакс. Напоминают, в 2014-м территория Сибири пережила сильнейшее за последние 50 лет наводнение. В этом году снега в горах еще много, и вот таяние придется на конец мая, начало июня. Подтопления возможны в пригородах Барнаула, Биска, Новоалтайска, Камни-Наби и более чем в 125 населенных пунктах региона. Между тем, жители края еще не отошли от первой волны и по-прежнему ждут компенсации от федеральных властей. Татьяна Голубева, Наши Новости.